Когда великий комбинатор разворачивал перед членами шахматного клуба Васюков великолепные перспективы превращения их города в мировую шахматную столицу, он всего-то и хотел, что получить смешную сумму в 100 рублей и чтобы его по дороге не побили. Но человек, провернувший примерно такую же авантюру с целой страной, замахивался на гораздо большее. Сегодняшний мой рассказ о том, как русский мигрант и международный аферист Борис Косарев стал королем Андорры. Для начала давайте попробуем найти эту самую Андорру на карте мира. Кто у нас самый смелый сможет не подглядывая в интернет, угадать на каком хотя бы материке находится Андорра? В Южной Америке? В Африке? В Антарктиде? Окей, может быть не там. Эй, вот она родимая, затерта между Испанией и Францией. Не стесняйтесь, вы не одиноки. Андорра это одна из самых древних стран в мире, про которую при этом все постоянно забывают. Вот уже больше тысячи лет. Про Андорру так мало знают за ее границами, что самый популярный факт об Андоре, который люди пересказывают друг другу в интернете, на самом деле является газетной уткой. Анекдот этот гласит, что якобы во время Первой мировой войны Андорра, одновременно с другими европейскими странами, объявила войну Германии. Но она не послала на фронт ни одного солдата и вообще никак не участвовала в событиях. И поэтому, когда в 1919 году подписывали Версальский договор, про Андорру забыли и не вписали ее в список стран, заключивших мир. И Андорра находилась в состоянии войны с ничего не подозревающей Германией аж до 1957 года, когда всплыл этот прискорбный факт, и мир был наконец заключен. Так вот, это выдумка американской газеты. Нет никаких свидетельств, исторических свидетельств, подтверждающих эти события. Но само существование этого анекдота очень хорошо показывает отношение мирового сообщества к этому карликовому государству. Можно легко поверить в то, что такая маленькая Андорра смогла сохранить свою независимость от больших и сильных соседей просто потому, что про нее забыли. Но это не совсем так. Добро пожаловать в Пиренеи. По всей видимости Андорра появилась на карте Европы, когда французский король Карл Великий, Шарлемань, начал отгораживать свои владения от Сарацинской Испании, организуя вдоль границы в горах маленькие буферные государства, одним из которых была как раз Андорра. И с тех пор Карл Великий считается отцом-основателем Андорры, о чем поется в их гимне. «Великий Шарлемань, мой отец, освободил меня от Сарацин. Я единственная оставшаяся дочь империи Каролингов, верующая и свободная». В сентябре 2019 года гимн Андорры был в центре конфуза, происшедшего во время футбольного матча во Франции. Французы играли с албанцами на своем поле, и какая-то светлая душа в радиорубке стадиона нечаянно поставила в трансляцию вместо гимна Албании гимн Андорры. Но они быстренько поправились, попросили прощения за ошибку и объявили, что на самом деле, конечно же, играть мы сегодня будем не с Андоррой, а с Арменией. Вспоминаю, где я была в сентябре 2019 года. Нет, это была не я, но кто-то из достойных конкурентов. Возвращаемся в Пиренеи. На деле по-настоящему организовал Андорру в полноценное государство сын Карла, Людовик Благочестивый. Он разместил в горных деревнях своих солдат и постановил ежегодную дань от Андорры ему, как Сюзерену. Дань была необременительная, две форели. И поскольку он не собирался сам управлять этими живописными, но неудобными задворками Европы, то он назначил попечителем Андорры графа Урхельского. Урхель был каталонским городом-государством в ста с лишних километрах от Андорры, ну то есть всяко ближе, чем Париж. А потомок Урхельского графа уже передал Андорру во владение урхельского епископа, потому что католическая церковь тогда была сама по себе феодальным правителем со своими землями. Дело было в девятом веке, то есть это было как раз начало классической феодальной раздробленности в Европе. Не было еще Франции, Испании в нашем современном понимании слова. Феодальные правители несуществующих уже стран, таких как Арагон, Аквитания, Леон, Барселона, страна и прочие постоянно воевали друг с другом и с маврами, присоединяли территории, теряли территории, женились на соседках, образовывали объединенные государства, казнили жен, делили области между сыновьями. Короче, ситуация в Европе была нестабильная и карта менялась на глазах. И в течение этого периода Андорра сформировалась как уникальное, на редкость стабильное государственное образование, застрявшее в средних веках. Я не буду перечислять все перипетии, но так получилось, что к началу 13 века главная бумага на правление Андоррой оказалась одновременно у урхиельского епископа и у соседа его на востоке графа де Фуа, получившего права на Андорру вместе с приданым жены испанки. И дело чуть не дошло до войны, но они решили дело мирным путем, и в конце концов в 1278 году был подписан акт де параж между тогдашним представителем от того, что мы теперь называем Испанией, епископом урхельским, и представителем от того, что у нас теперь Франция, графом Рожером де Фуа, по которому они разделили власть над Андоррой очень интересным образом. Не в пространстве, а во времени. Отныне к почетным годам Андора принадлежала испанцам, управлялась испанским наместником и платила налоги Испании в лице урхельского епископа. А по нечетным она становилась французской и платила налоги Франции и французским графам. Если вас интересует, о каких конкретно налогах шла речь, первоначально договоренность была о четырех окороках, сорока бухалках хлеба и неопределенном количестве вина. Но со временем сумма изменится. И самое смешное, что Андора так по сей день не управляется двумя князьями-соправителями. Епископом урхельским и президентом Французской республики, ставшим наследником тех средневековых графьев. Конечно, сейчас в наше время это двойственное управление чисто формально, но эта практика уплаты налогов лидером двух больших соседних стран собственной позволила Андорре сохранить свою независимость на протяжении веков. Но я забегаю вперед. Все это соправление с соседними странами, которые еще и ежегодно меняются, не могло не создать некоторых практических неудобств. И в 1419 году андоррцы попросили у соправителей разрешения на создание местного парламента, который бы занимался текущими хозяйственными вопросами по выращиванию этих самых окороков вина и хлеба, которые нужно было потом поочередно выдавать Испании и Франции. Просьба была удовлетворена, что привело к созданию так называемого Совета Земли. Сейчас он называется Генеральный Совет Долин Андоррского парламента. Члены Совета избирались главами домохозяйств, и они, собственно говоря, были людьми, которые практически управляли Андоррой. И так незаметно пролетели 400 лет. Потому что все это время, да и потом, до 20-го века, жизнь в Андорре, в общем-то, не менялась. Другие европейские страны переходили от феодализма к капитализму, устраивали промышленные революции, открывали Америку, изобретали закон кулона, клинолины, велосипед. А граждане Андорры жили как при Каролингах. Растили косы, табак, строили дома из булыжников. Младший сын непременно уезжал на осле на заработки в соседнюю страну. Большинство европейцев были вообще не в курсе, что существует такая страна. И Андорру это полностью устраивало. Наконец, в 1793 году во Франции происходит великая буржуазная революция. И революционное правительство решило отделаться от Андоры как от феодального пережитка. Франция отныне отказывается принимать годовой взнос хлебом, вином и ветчиной. И вообще говорит Андорцам, живите как хотите. Андорцы не были в восторге оказаться под эксклюзивным управлением Испании и запросились назад. Их абсолютно не устраивают всякие политические изменения. Они хотят, чтобы все оставалось как было. Они настаивают. И в 1806 году взявший власть в свои руки император Наполеон согласился вернуть двойственное командование Андоррой, сказав, что Андорра это политический курьез, который надо сохранить для потомков. И Андорра замерзла в своем развитии еще на век. Но все же в 19 веке европейцы постепенно открывают для себя Андорру. Замечают ее красивые пейзажи и чистый воздух неиспорченной цивилизации. Но до тех пор, пока люди не начали массовым порядком привязывать к ногам палки и со страшной скоростью съезжать с обледенелых склонов, рискуя сломать себе шею, до этого времени Андорра не была таким уж привлекательным местом для туризма. Тем более, что первую дорогу с твердым покрытием протянут туда только в 1910 году. И только тогда Андорру обнаружат лыжники. Вопреки историческому анекдоту, который я вам рассказала в самом начале, Андорра вообще не пыталась вступать в первую мировую войну. Она осталась нейтральной страной, хотя трое из ее граждан, чьи имена сохранились в истории, воевали добровольцами. Но вся Андорра целиком оставалась в стороне. Это то, что она умела делать лучше всего. Но оставаться в тени удается недолго. В послевоенное время Испания и Франция начинают пытаться подгрести Андорру под себя, при этом обращаясь с ней как со своей колонией. При этом экономическая ситуация в княжестве была довольно печальной. Молодежь массово эмигрировала, кто во Францию, кто в Испанию. Они там понасмотрятся на веселую жизнь больших культурных городов в безумные 20-е годы и вполне ожидаемо захотят изменить патриархальную родину. И в 1933 году в Карликовом государстве происходит Карликовая революция. Молодежь врывается в здание парламента и требует изменить конституцию Андорры в сторону меньшей феодальности и большего 20-го века. В частности, предоставить избирательное право всем мужчинам старше 23 лет. Вы не ослышались, мужчина. Как я уже сообщала, до этого в Андорре в голосованиях участвовали только главы семейств. А помните, Елена Станиславовна, выборы в городскую праву? Нет, выборы вспоминать не будем. А женщины Андорры получат избирательное право только в 1970 году. И нет, я не оговорилась, и в этот раз нет. И вообще, молодые Андоррцы считали, что пора бы отменить власть иностранных князей-соправителей и сделать Андорру республикой и дать ее гражданам право использовать свои земли, леса, воду и минеральные ресурсы. Потому что до этого момента епископ урхельский и президент Франции держали эти права как нормальные феодалы, при том, что на дворе уже был глубоко 20-й век. Франция и Испания очень возмутились. Они были категорически не согласны, и Франция даже послала в Андорру отряд джандармов усмирять бунтовщиков. Испанский епископ заволновался, что Франция так под шумок вообще захватит Андорру, и Мадрид чуть не послал туда национальную гвардию. Андорра обращается в Лигу наций с просьбой защитить их от соседей, но та ответила, что Андорра слишком маленькая, чтобы считать ее страной, поэтому защищать они ее не будут. И вот тут, на фоне всего этого кризиса власти, на сцене с эффектным горным задником появляется Борис Скосарев. Как и все великие жулики, он умер, не оставив нам точных сведений о себе. Все, что мы знаем о его ранних годах, это что он был из русской семьи, хотя и происходил из западных губерний Российской империи. По всей видимости, он родился в Вильно, в семье среднего достатка. Позже он будет претендовать на то, что он происходит из старой российской аристократии, но по всей видимости, его предками были купцы и чиновники. Мой папа был турецкоподданный. Опять же, как и все вошедшие в историю мошенники, Скосарев был талантливым человеком. Он был полиглот, свободно общался на нескольких европейских языках и вообще умел производить впечатление. Обратите внимание, как он оперирует моноклем, как символом власти. Те из вас, кто видел ролик о бачках, уже знают, что это означало. В 1934 году Скосареву уже 38 лет и за его плечами интересная и бурная жизнь. Сам он рассказывал, что его, как потомка российских аристократов, Октябрьская революция вынудила бежать из страны, что он эмигрировал в Великобританию и служил в британской военной разведке, поскольку он был личным другом короля Эдуарда VII еще по школьным годам в Париже и Лондоне. Что он, как убежденный монархист, сделал даже попытку тайно вывезти царскую семью из России на английском броневике. Но царь Николай II отказался от бегства. После чего Скосарев перебирается в Нидерланды, выполняет там секретные поручения правительства, за что королева Нидерландов дарует ему титул графа Аранского. Инспектор пожарной охраны. Он организует импортно-экспортную фирму и переезжает в Марсель, где женится на богатой красавице. И там, на юге Франции, Борис Скосарев узнает о проблемах Андорры. Вот что мы совершенно точно знаем о Борисе Скосареве, так это то, что он врал как дышал. Практически ничего из его великолепного послужного списка не подтверждается. Доказано, что он действительно был в Англии сразу после революции, потому что в 1918 году он был задержан в Лондоне за кражу часов, и это попало в газеты. В 1919 году Таймс опубликует целую серию репортажей о нем как о виртуозном подделывателе чеков. У него некоторое время действительно был голландский паспорт. Но абсурдно даже предполагать, что королева сделала его графом Аранским, потому что этот титул даруется только представителям королевской семьи. И в 1924 году нидерландские секретные службы действительно знают Скосарева как международного афериста. В 1934 году Скосарев поселяется в андоррской деревушке и начинает разрабатывать эту страну. Он был исключительно обаятельным человеком, и вскоре он перезнакомится с половиной Андорры, от пастухов до членов парламента, вникнет в их проблемы и чаяния и составит меморандум с предложениями, как можно улучшить ситуацию в стране, который он представит в Совет земель. Реакция андоррского парламента на то, что какой-то иностранец хочет научить их управлять их страной, была предсказуемая. Кто ты такой и почему тебя еще не депортировали? Обиженный Скосарев уезжает в Урхель, где начинает изображать из себя большую шишку в изгнании. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Он дает интервью газетам, Таймс и Ахора и внезапно позиционирует себя не просто как российский аристократ, герой подпольной войны и новоиспеченный граф Аранский, но еще и как официальный представитель принца Жана Орлеанского, которого французские монархисты считали тогда претендентом на несуществующий французский престол. Это нужно объяснить. После череды революции, реставрации, революции, реставрации Франция окончательно устранила королей в 1870 году и во избежание очередных реставраций монархии все оставшиеся в живых представители династии бурбонов и бонапартов вскоре были отправлены в изгнание. И там за границей вокруг живых бурбонов возникла партия легитимистов, всерьез увлеченные идеей восстановления во Франции монархии. И в 30-е годы принц Жан Орлеанский, правнук предпоследнего французского короля, историк и археолог-любитель, был признан своими сторонниками как король Франции Жан III. Франция, разумеется, этого короля игнорировала и жил он с семьей в Марокко. Но политическая поддержка у него была, и по всей видимости эта политическая сила каким-то образом вошла в контакт с Борисом Скосаревым, который начинает позиционировать себя как единственно законного представителя французских соправителей Андорры, графов Фуа и французских королей. Потому что, по его словам, президенты Французской республики никаких прав на Андорру вообще не имели и не имеют. Что, строго говоря, логично, если считать Андорру феодальным вассалом Франции. И Скосарев начинает очень активную деятельность. В сопровождении своей эффектной подруги, беглой жены американского миллионера Флоренс Мормон, Борис Скосарев устраивает официальные приемы и наносит визиты и организует мероприятия в честь видных политических деятелей и дает интервью. Он пишет новую конституцию Андорры из 17 статей, которая гарантирует Андоррсам гражданские свободы и делает Андорру налоговым раем для привлечения иностранных инвесторов. Он предлагает сделать Андорру одним из важнейших бизнес-центров мира, куда международные компании и банки будут охотно помещать свои капиталы, пользуясь налоговыми льготами. Он развернул перед обалдевшими Андоррцами свой план превратить Андорру в новые высюки с великолепными казино, куда начнут сбегаться миллионеры со всего мира и сорить там деньгами, с лыжными курортами и горными здравницами и попросил в обмен на эту бриллиантовую мечту назначить его королем. Ну, не королем, а принцем, принцем Андорру. И 8 июля 1934 года Скосырев, с согласием впечатленного его наглостью совета долин, объявляет себя принцем Андорры. Официальный титул Борис I, принц долины Андорры, граф Аранский, барон Скосырев, правитель Андорры и защитник веры. А 10 июля он одобрил собственную конституцию и объявил войну епископу Урхельскому. Когда епископ узнал, что он находится в состоянии войны с Андоррой, а на это ему понадобилось несколько дней, он страшно обиделся. Он, между прочим, относился к Андорре как к родной, позаботился о том, чтобы там поставили почтовое отделение и провели электричество. И ему совершенно не нравилась идея превратить его богоспасаемое патриархальное княжество во второе Монте-Карло. Поэтому объявленная Борисом Первым война окончилась стремительной победой урхельского епископа. Он позвонил в полицию и из Каталонии прибыл на велосипедах на ряд из четырех жандармов. Короля Скосырева арестовали по статье о бродяжничестве, по которой брали нищих, нелегалов и сутенеров. На него надели наручники и отвезли в барселонскую тюрьму на поезде в третьем классе. И на этом царствование Бориса Первого, продлившееся что-то около недели, закончилось. Дальнейшая судьба Бориса Скосырева снова теряется в тумане. Испанский суд приговорит его к одному году тюрьмы. После освобождения его вышлют в Португалию, где он уже будет называть себя королем Андоры. Оттуда он уедет во Францию к законной жене. В 1939 году он будет арестован как человек без паспорта и отправлен в лагерь в Пиренеях. В 1942 году он будет освобожден немецкими оккупационными войсками и начнет сотрудничать с нацистами. После победы союзников его арестуют уже американцы и отправят в тюрьму за пособничество фашистам. После освобождения мы ненадолго обнаруживаем его в западной Германии. Откуда он по совершенно необъяснимым причинам переходит на советскую сторону, где его арестовывают уже надежно и он отправляется в сибирские лагеря на 25 лет. Выйдя на свободу, он волшебным образом перемещается назад в Германию, где умрет в почтенном возрасте 93 лет. Все это звучит очень-очень странно и подозрительно. Все вплоть до нагробного камня в городке Боппорт в самом центре Германии, где датами жизни Скосарева значатся 1900-1989. Но нужно сказать, что практически все сведения о Скосареве нуждаются в пометочке «возможно, неправда». Не исключено, что он вообще даже не вступал на землю Андорры в недолгие дни своего правления, потому что в Андорре его знали как человека умственно неуравновешенного и никто не принимал его всерьез. Возможно, что он был королем только в своем больном воображении и в газетных сплетнях. Что же касается Андоры, то она прекрасно обошлась без короля и действительно стала налоговым раем с великолепными лыжными курортами и роскошными магазинами, куда вся Европа съезжается сорить деньгами и чьи банки добросовестно скрывают богатство международных махинаторов, нажитые нечетным путем. Мы склонны идеализировать интересных преступников – мошенников, воров, бандитов. В книгах, фильмах, исторических анекдотах они такие крутые, остроумные, смелые, свободомыслящие. Но в реальной жизни преступники – это люди, с которыми вы бы не захотели жить на одной лестничной площадке. Так же и Борис Косырев. Каким бы забавным казусом истории он не казался, как бы он не изображал из себя эдакого всесильного космополита, оперировавшего наравне с царями и президентами, он не переставал быть человеком, впервые вошедшим в историю кражей часов и закончившим в лагере для нацистских коллаборационистов. И на этом месте Остап Бендер исчезает, и остается полсумасшедший социопат, сотрудничавший с вермахтом. Или, как сказал Геккельбери Финн, король он и есть король, что с него возьмешь. Все непорядочные мерзавцы, так уж их воспитывают. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился мой рассказ, не забудьте поставить лайк и напомнить алгоритму ютюба, чтобы он предлагал вам больше подобных роликов, не обязательно моих, но и других людей. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал через густи и патреон. Увидимся на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.